Сразу два пожара произошло в Губкинском 16 августа во втором и седьмом микрорайонах. Один человек погиб, один получил легкие травмы. В результате пожаров без крови остались 105 губкинцев. Причина – умышленное занесение в жилые дома источников огня. Одним из важных событий августа стал визит главы региона Дмитрия Кобылкина. В Губкинском он провел встречу с жителями города, которая прошла в городском доме культуры Олимп. В ходе встречи горожане смогли рассказать о своих проблемах. Говорили о необходимости строительства жилья, решениях судебных инстанций, высказывали недовольство организации деятельности Почты России. Тренеры, спортсмены, учителя физической культуры и просто любители спорта в августе отметили День физкультурника. Всего в Губкинском спортом занимается половина населения. Более полутора тысяч юных горожан посещают спортивные учреждения. Одно из главных событий этого дня – велопробег. Он собрал около ста любителей велопрогулок. На старт вышел и глава города Сергей Бурдыгин. 22 августа в России отметили День государственного флага, установленный указом президента. Российский триколор – один из главных символов нашего государства, гордость каждого гражданина страны. Праздник в Губкинском начался с организованного шествия. Под российским триколором прошли люди в костюмах народов, проживающих на Ямале. В полдень на площади возле Дома культуры «Олимп» в исполнении солистов и творческих коллективов централизованной клубной системы прошла праздничная концертная программа под флагом Отечества. Анжела Литау, Ирина Коваленко и Денис Старченко в августе приняли участие в 9-м международном форуме фестивале молодежи «Мы за мир во всем мире». Он прошел в болгарском Китине. В августе в Ямальской совете прошла деловая часть Международной арктической конференции. В работе форума приняли участие представители Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, а также представители государственных наблюдателей в Арктическом совете Китая, Индии, Италии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Газовики, энергетики, водители, работники органов местного самоуправления, экономисты, бухгалтеры, представители этих и многих других профессий чествовали в актовом зале администрации. Накануне Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 30 человек получили федеральные, региональные и городские награды. Десятилетний юбилей в конце августа отметило общество «Беларусьнефтьсибирь». Общее количество сотрудников – более 2000 человек. Компания занимается бурением и капитальным ремонтом скважин, ремонтом буровых установок и нефтепромысловой арматуры, а также оказывают услуги по инжиниринговому сопровождению проектов. За этот небольшой промежуток времени нами пробурено более 500 боковых стволов, набурено 650 тысяч метров горных пород, пробурено более 25 скважин. Профессиональный праздник в конце лета отметили ветеринары. Всего в этой службе в Губкинском трудится 7 человек, из них 6 – ветеринарные врачи. Городская станция по борьбе с болезнями животных в Губкинском была образована 20 лет назад.